Хочу историю с вами поделиться. Она мне не могла присниться. Вот то, что я видел, я расскажу, ведь очень этим дорожу. Все знают город Орехон. В низине расположен он. Богатая история уграда. Вокруг него была окрада. В руинах город весь лежал. Иисус Новин его проклял. Мы это слышали и знали, но все равно там проживали. Когда римляне город захватили, закон о нем свой установили. Должны мы им налог платить. Как стало трудно с этим жить. С народа нашего избрали мытарей. А над ними главный был Захей. Он римлянам продался и служил. И повышение это быстро получил. Он главный был. Его боялись, а дети все над ним смеялись. Ну маленький был. Нему скулес, и на вид казался неказистый. Ну не нравился нам всем Захей. Продался оккупантам иудеям. Ну как народ свой обирать? Его не мог я оправдать. Жизнь протекала день за днем. Под Игом римским мы живем. Захей все больше богател, а измениться не хотел. С друзьями мы о Боге говорили. Родители нас этому учили. Историю, Тору мы читали. Пророков наших почитали. Нам говорили с Богом примириться. Должны вы перед Ним склониться. А как на деле это сделать? Вот вопрос. Однажды в Варихон пришел Христос. Все говорят, он бедным помогает. Болезни даже исцеляет. С простым народом запросто ходил. И говорят, что с мытарем дружил. Ну как понять? Простить такое. В душе нет мира и покоя. Как можно с мытарем дружить? Ведь мытари должны судить. Ходил по городу с друзьями. Их называл учениками. Народ его сопровождал и повсеместно окруждал. Ну увидел я в толпе Захея. Он как-то смешно прыгал не умея. Хотел увидеть он Христа. Но заняты удобные места. Подумал, а что ему здесь надо? Моя душа тому не рада. Вот если бы Иисус его заметил, вот тогда бы Захей за все ответил. В толпе его толкали. По-плохому называли. Не обращал внимания Захей. Как будто к цели двигался своей. Смотрю, бежит в толпе на перерез и на смоковницу полез. Я думал, и все ума не стало. Но это было лишь начало. Он вызвал у народа смех, когда на дерево полез при всех. Начальник мытарей так опустился. Наверное, точно говорят, ума лишился. И тут подходит к дереву Христос и задает ему вопрос. Эй, зачем на дерево залез Захей? Давай спускайся уж скорее. Такой развязки я не ожидал. Иисус его не наказал. Напротив, в гости напросился и кому. Никак я это не пойму. Поспешно слез Захей и в дом к себе позвал гостей. Ну, всех, 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 кто рядом был к себе, он в гости пригласил. Там были мытари, арисеи, ворчали так же саддукеи. Зачем к Захею вы пошли, что там хорошего нашли? Ответы были, вопросы были без ответа. Народ не обращал внимания за это. А Иисус Захей долго говорил, как будто бы с ним давно дружил. Все возлежали. И тут Захей встает и говорит, что все осознает. Кого обидел, четверо воздам. И пол имения нищим я раздам. Еще недавно мы над ним смеялись. Сидел на дереве, мы потешались. Сейчас для всех герой Захей стал выше всех своих друзей. Иисус ему сказал, ты молодец. Я знаю, изменил тебя отец. Пришло спасение Захею. Зови жену и всех детей. Иисус сказал, вы, семья Авраама, принадлежит благословению без обмана. Ты произнес пред Богом покаяние. Тебе принадлежат обетования. Я слушал разговор, не понимал. А где покаяние, он сказал. Он мытар и служил врагу. Понять тебя, Иисус, я не могу. Ну, прошло совсем немного дней. На улице мне встретился Захей. Без той надменной, как всегда, ухмылки. Сейчас при встрече он расцвел в улыбке. Мы поздоровались, разговорились. А встречи с Иисусом поделились. То, что Захей мне рассказал, я честно потрясение испытал. Мы все покаяние говорим, а сами измениться не хотим. Тихонько скажем, Господи, прости, грехи ты наши отпусти. А сами не хотим меняться, от прошлой жизни отказаться. Бог от нас другого ждет. Он хочет видеть в жизни плод. Захей продолжил монолог. Сказал, я понял, что Иисус есть Бог. В присутствии Христа не мог я лгать. Сказал, что жизнь буду менять. Меня, я знаю, не любили. Плохое в спину говорили. Я мстил людям и воровал. Налоги, помню, много правил. Богатство разум мой затмило. И справедливость я решила. Я стал богатством наслаждаться. А в Боге перестал нуждаться. Однажды совесть вдруг заговорила. Глаза на жизнь мою открыла. Я стал искать, что потерял. И тут Иисуса повстречал. А вы смеялись надо мной. А я тогда скорбел душой. Сказал, на дерево залезу. По просьбе Иисуса только слезу. Не обращал внимания на людей. Зачем на дерево залез? Закей. Не вышел ростом. Римлянам продался. Я слышал, что народ так забавлялся. Я должен встретиться с Христом. Увидеть должен я его лицом. Когда ко мне он обратился, я помнил. Ко мне Бог явился. Ты же был свидетелем, как я менялся, когда с Иисусом во дворе общался. Пришло решение униженным помочь. Так прекратилась жизнь в моей ночь. Я понял, покаяние – это сила. Она меня переменила. А раньше на богатство уповал. Людей так много обижал. Не важно, кем ты был до Бога. Богатства было, может, много. Грешил, людей не замечал. Возможность измениться упускал. Другое важно. Приближайся к Богу. Направь к Нему свою дорогу. Смотри, сегодня, может, рядом. Ищи Его сердечным взглядом. Беги к Нему, преодолей преграды. Когда бежишь, не все ветрады. Услышишь смех – не тормози. Людей атаки отрази. Залезь на дерево, на крышу. А может, даже быть, и выше. Не упусти возможность Бога встретить. Тебя, друг, должен Он заметить. Он мимо точно не пройдет. Тебя на дереве найдет. Предложит слез и другом станет. Да Он изо рва тебя достанет. Ты, может, до начальника дорос. А в жизни Бог не видит роз. Высоты надо покорять. И Бога в дом свой приглашать. Придет спасение в жизнь твою. Изменит Бог твою семью. Ведь наш Спаситель очень благ. К Нему ты сделай первый шаг. Служение в церкви – ты беги. Нужды увидел – помоги. Молитва в понедельник – будь ты там. Вот такой совет тебе и дам. И Он закончил говорить. А мне захотелось с Ним дружить. Забыл тогда, что мытор и Он. Поставил жизнь твою на ком. Остановитесь, люди, на пути. Подумайте, как вечность обрети. Не упусти возможность с Богом повстречаться. Придется, может, на забор тебе забраться. Залезь на дерево, пускай смеются. Тебе, друг, надо подтянуться, чтобы выше быть этих людей. Вот так научил меня Закхей. Ты должен в жизни повстречать Христа. Быть может, заняты удобные места, но ты смотри, смоковница, вот где-то рядом. Ищи ее сердечным взглядом. Иисус к ней точно подойдет. Тебя среди ветвей найдет. Предложит слезть, поможет, если надо. И в жизнь твою придет награда. Ты только в дом его зови. Желание сердца Богу расскажи. Придет спасение в твой дом. Согреет Бог своим теплом. Но есть одно большое но. Не опускайтесь вы на дно. Залезь туда, где видно Бога. Ведь мест таких не очень много. Закхей не стал с собой считаться. Не стал хорошим притворяться. При всех сказал, что грешен он. И он прошел свой рубикон. Оставил нам пример Закхей. Неважно мнение людей. Когда ты в жизни ищешь Бога, на кон поставлено так много. Давайте славить Бога будем и делать это не забудем. За то, что в нашу жизнь пришел и нас на смоковнице нашел. Аминь.